Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе, добрейшее, веселейшее, прекраснейшее утро из Иерусалима. И мы продолжаем изучать Тору на платформе Ваикра. Значит, я вам хочу сказать, что очень сильно сработал вот этот вот совет из Талмуда, что если ты хочешь, чтобы твоя молитва была услышана, то помолись за кого-то, кому нужно то же самое, что тебе, и тебе ответят. Тебе ответят на небе. Это очень работающий, оказалось, лайфхак. У меня, слава Богу, спасибо вам, я за вас молился, за ваших близких, чтобы все были здоровы, и после этого молился, чтобы отец у меня выздоровел. Слава Богу, его состояние невероятно улучшилось. Слава Богу, да? Поэтому я продолжаю молиться за всех, кто сейчас болеет, чтобы было Рефа, Шлема, вот все близкие, прям напишите, если кому надо, вот так поставьте, напишите там имя, имя человека, имя его матери, и значит, чтобы все выздоровели. Моши Бен Рита тоже болеет сейчас, чтобы он выздоровел. Это мой брат Сергей, Сергей Степанов тоже. Это у него температура высокая, очень ковид. Ковид прям косит, косит наши ряды. И чтобы было всем Рефа, Шлема, полное выздоровление. Все. И чтобы Бору Бансара тоже этот урок, чтобы дать ему прям еще один такой огромный набор силы, чтобы он вышел из больницы, уже вернулся домой с Божьей помощью, но уже он из реанимации вышел, сейчас уже в обычной палате. Слава Богу. Хорошо, друзья. Все. А мы продолжаем учить Тору, потому что Тора, она нам дает видеть, если бы мы не учили Тору, мы бы не знали из Талмуда, как правильно молиться. А если бы мы не знали, как молиться, то мы не молились бы. Понятно, да, идея? Все. Теперь, значит, еще один лайфхак. Сегодня начинается, 26 сегодня Швата, 28 января, и начинается книга Хитас с идеи, что суть хасидского движения – это любовь. И зачем нужна любовь? Любовь объединяет, она объединяет хасидов между собой в единое целое, да, любовь, она объединяет в единое целое. Вот группа людей, да, например, вот нас сейчас здесь, там, Яков Шатадин, шалом, какая-то группа людей, Дэн Дубравин, шалом, добрейшее утро. Любовь, она объединяет в единое целое. Само слово «любовь» на иврите, его числовое значение такое же, как у слова «один». То есть, если мы вдумаемся, что такое любовь, когда один человек другого любит, он говорит, я тебя люблю, что это значит? Я с тобой одно целое. Даже можно, я когда-то эту идею так обдумывал, и я ее очень хорошо понял на примере борща. Когда человек говорит, я люблю борщ, что это значит? Это значит, что он с борщом хочет соединиться в одно целое и сделать борщ частью себя. Когда человек говорит, я люблю, например, своих детей, то он говорит, мы одно целое, да. Теперь, значит, любовь соединяет хасидов в одно целое И соединяет хасидов и рэбы. У хасидов всегда есть рэбы, это тот человек, который является их как бы руководителем. И они любят его, он любит их, и они тем самым поднимают его на такую силу, то есть их сила любви и вера в то, что он обладает невероятными возможностями, он цадик, праведник и так далее, то они своей любовью, они его прям усиливают. И он, значит, соединяется со Всевышним на каком-то очень высоком уровне, потому что он знает, как это делать. И в итоге у них, у хасидов есть свой рэбе, чудотворец такой, то есть он приходит, хасид к рэбе и говорит, рэбе, значит, а рэбе сидит, он его любит, этого хасида, и он прям, они настроились, оп, пошла реальность, соединение со Всевышним. Тогда хасид спрашивает, говорит, у меня вот такой-то вопрос в жизни, рэб ему говорит, так-то и так-то, помолился за него, бах, чудо произошло. То есть это подключает всех в такую как бы цепь компьютеров, да, нам сейчас стало понятно, блокчейн, да, такой блокчейн, хасидский блокчейн. Хорошо, вот такая есть идея. Теперь вторая идея, значит, вторая идея, вторая идея, ладно, давайте сейчас просто поучим недельную главу, и тогда мы найдем еще пару идей. Значит, недельная глава у нас, межпатим, законы, в которые перечисляются законы взаимоотношений между людьми. Они очень, очень они, знаете, многочисленны, законы ущербов, законы, вот, например, у меня есть сосед, сосед, и этот сосед, ему не нравится, значит, здравствуйте, Раиса Васильевна, соседу моему не нравится, что я там что-то у себя на балконе построил, а мне нравится, но я думаю, а могу я строить или не могу я строить? То есть, если я не могу строить по закону, то тогда, по закону государства, например, государство меня может наказать, если я сделаю что-то против закона государства. А если я сделаю не по закону Торы, не по духовному закону, то тогда Всевышний, не то, что он меня накажет, но я создам предпосылку, что ко мне вернется какая-то неприятность. Я пошел, значит, к Равину, описал ему всю ситуацию, тот пошел к другому Равину, сделали целое исследование, и говорят, вы знаете, значит, вы знаете, можно строить, можно строить, я там что-то сделал, он говорит, мне мешает то, что ты сделал. Я говорю, вы знаете, мне очень жаль, что вам мешает, действительно, искренне очень жаль, но вы у себя можете делать то, что вам удобно, и даже если мне это будет неудобно, то это у вас, а то, что у меня, я себе делаю то, что мне удобно, и если оно вам мешает, то извините, пожалуйста. И я уже в этот момент понимал, что я не нарушил никакой духовный закон, слава Богу, да. Хорошо, чтобы было всем рифу аж тума, в конце урока давайте в конце друг за друга помолимся, а сейчас давайте поучимся. Теперь, значит, поэтому в главе Мишпатим перечислены все вот эти вот законы ущербов, законы, как один у другого что-то занял, один другому оставил что-то на хранение, там, мы все это перечислили уже. И сейчас мы пришли к такому очень интересному закону. Говорит Бог теперь с Моисеем, он говорит, и говорит ему. Он ему говорит, вот я направляю ангела перед тобой, чтобы он тебя охранял в пути, и чтобы он тебя привел к месту, в которое я тебя приведу. Понятно, да? То есть здесь очень интересная, очень здесь интересная вещь. Вот человек, у меня вчера был разговор с одним тоже религиозным человеком, и он говорит, я просчитываю всегда самые плохие варианты в жизни. То есть, чтобы быть к ним готовыми. Я ему говорю, а я не просчитываю никакие варианты в жизни. Почему? Потому что я когда-то прочитал такую вещь, что в Торе есть закон, один из законов, один из векторов Торы, что путь, по которому человек хочет идти, его с неба ведут. То есть Всевышнему ему важно или каждый человек на своем жизненном пути, или он становится более духовный, и он уделяет какую-то часть времени и сил своей душе, выполнению заповедей, добрым делам. То есть он занимается усилением своей души или не занимается. Это то, что важно Всевышнему. То есть Всевышнему понимает, что жизнь человека складывается из тренировочного зала, это материальное вот это существование, и потом дворец получения награды, это духовный мир. И в принципе человек в этом мире, он для того, чтобы заработать себе криптовалюту для духовного мира. Это как бы такая метафора. Теперь, а на каком пути больше криптовалюты человек зарабатывает? В принципе, на любом пути можно зарабатывать. Что имеется в виду? Учить Тору молиться и делать добрые дела можно в любом месте, в любое время. Теперь, но если мы посмотрим в реальности, в каких ситуациях человек начинает больше служить Богу, больше заниматься своей душой. В ситуации, когда у него проблема, к сожалению, человек пока жареный петух не клюнет, он не вспоминает, что у него есть душа, что у него есть единицы, единицы, это какие-то святые души, которые, у них очень сильная душа пришла в это тело, и их души прямо их изнутри прямо колбасят, ну то есть у них потенциал большой быть праведниками, да? Бывают такие чистые люди, чистые души, которые без проблем служат Всевышнему. Но большинство людей, кого я знаю, очень сильно молятся, когда им плохо. Очень сильно плачут, когда им плохо, а когда им хорошо, забывают о том, что надо поблагодарить Всевышнего. Дальше. Когда человек начинает учить Тору, когда окончательно запутался в большинстве своем, когда он понимает, что те системы, координат, по которым он жил, они перестают работать, и в этот момент он должен зацепиться за какую-то идеологию, ему страшно, ему непонятно, он запутался. Тогда он говорит, вот, вот же свет, как я его раньше не замечал. А когда у него все хорошо, чем он занимается? Он целый день сидит и выбирает, куда поехать отдыхать, какую вещь купить, что еще покушать. То есть он занимается только материальными своими делами, и как понтануться перед другими людьми, возвыситься, сказать, что я выше тебя, я лучше тебя и так далее. Это то, чем занимается большинство людей, когда им хорошо. И поэтому здесь сказал Всевышний Машер Абейну, что он говорит, я тебя поведу по пути, в то место, которое я тебе приготовил. А какое место он ему приготовил? А это уже от тебя зависит. Путь, по которому человек хочет идти, его ведут. Если человек думает, что будет плохо, значит, он изначально, он думает, что он туда может попасть. Ну, хорошо, Всевышний тебя может туда повезти, может сюда повезти. Всевышний может тебя повезти по любому пути, по которому ты сам своими действиями, своими мыслями и своими желаниями хочешь идти. А иногда бывает, что человек, думая о плохом, он не хочет туда идти, но он ни о чем другом не думает, у него нет других мыслей. Значит, он сам своими мыслями ведет себя к плохому. Дальше продолжает Бог говорить с Маше Рабейну, с Моисеем. Он ему говорит так. И Шамер Бефанав, он говорит, будь, остерегайся перед ним, перед этим ангелом, который, ангелы это как сила, которая идет от Всевышнего, называется ангелом. Остерегайся перед ним и слушай его голоса. То есть, от Всевышнего он же непостижимый. От него выходят все влияния, все силы, как, вот, например, как, вот, сейчас вы меня видите, а по факту-то это не я, по факту это я говорю. Мой телефон преобразовывает мой голос в какие-то цифровые сигналы, которые по воздуху летят куда-то, потом по каким-то там проводам, потом через космос, доходят до ваших компьютеров и до телефонов, и вы слышите опять мой голос. Но, когда я выдаю звук, то он все это время, это не звук, это, представьте, я сказал звуком, а до вас он долетает через цифру, а потом превращается опять в звук. Это магия. И вот то же самое ангелы и так далее. Значит, Бог говорит на Шерабейну. Остерегайся и слушай его голоса. Имеется в виду то, что ты от него будешь получать, слушай это. Аль тамар, аль тамэрбо, не, как бы тамэр, это неизменяй ему, да, грубо говоря, да, не прикословь ему. Килоиса лепашейхэм тишми бетербо. Значит, ибо он не простит вашей вины, ибо имя мое несет он в себе. То есть вот этот ангел несет, заряжен он невероятной силой Всевышнего. И если уже сила Всевышнего, то есть если заповедь Всевышнего, если приказ Всевышнего уже был произнесен, он был записан, он был, уже земля работает, вот мироздание работает по принципу, что Всевышний установил законы. И они заряжены вот этой вот силой Всевышнего. Если ты выполняешь заповеди, ты входишь в резонанс с силой Всевышнего, и у тебя появляется вот эта сила. Если же ты идешь против заповеди Всевышнего, то ты, наоборот, создаешь другой резонанс, другую, создаешь энергию, которая может тебя, значит, уничтожить. Потому что вот то, что здесь написано, что несет он силу Всевышнего в себе, этот ангел, который передает волю Всевышнего. Дальше он ему говорит, Маша Рабена, Но если ты будешь слушать голос этого ангела, то есть если ты силу Всевышнего, которая передается через заповеди, если ты будешь слушать ее, И будешь делать все, что я тебе скажу. И это самое мощное средство для молитвы, это выполнить волю Всевышнего, сделать заповедь. Самая мощная заповедь, это помочь кому-то. Представьте себе, как Всевышний сделал все для нас. Хочешь выполнить волю Всевышнего, помоги кому-то, кто нуждается в помощи. Представляешь, ты же нуждаешься в помощи от Всевышнего. Так ты сам для кого-то становишься ангелом Всевышнего. Помог кому-то, Всевышний помог тебе. Так оно работает. И даже молитва, то, что вот сейчас мы делаем, когда ты молишься за другого, ты помог кому-то, Всевышний больше помогает тебе. Как Всевышний добрый, он нас учит доброте. И если ты будешь слушать голос его и будешь делать все, что я тебе скажу, значит, тогда я буду враждовать с твоими врагами и буду приносить страдания тем, кто приносит страдания тебе. Представляете, как работает? Значит, Бог говорит, смотри, то есть у тебя есть два варианта. Первый вариант это идти со мной в резонансе, мы вместе, то есть мы вместе, ты со Всевышним вместе. Возьми Бога в партнеры, возьми Бога в компаньоны, стань рабом Всевышнего, да, выполняя его волю, ты с ним в одной команде. Это первый вариант. Второй вариант это идти против Бога. Теперь, если ты идешь с Богом, то тогда твои враги становятся чьими врагами? Врагами Бога. Поэтому здесь написано, что если ты будешь слушать то, что я тебе скажу, то твои враги станут моими врагами, говорит Бог, и я буду с ними разбираться, и твои притеснители станут моими притеснителями, я уж с ними разберусь, Всевышний умеет разбираться со всеми. Это его мир, он хозяин мира. Когда пойдет посланец мой перед тобой. Значит все, значит Бог говорит Маше Рабейну, они же тогда вышли из Египта, и они приближались к земле Кнаан, да, земля Кнаан это Эрец Исраэль, то что сейчас называется, земля Израиля, а до этого она называлась Кнаанская земля, ее населяли самые дикие, свирепые племена, которые только можно себе представить. Инки и ацтети, которые делали человеческие жертвоприношения, сотнями они убивали своих врагов, по сравнению с Кнаней, с этими племенами, это были просто, они были, я не знаю, там, посланцы мира, да, ООН они были, силы ООН. Потому что вот эти вот народы, которые населяли эту землю, как с домом Амора, да, вот они были очень жестокие и агрессивные. И Бог говорит, я буду идти с тобой, и значит я истреблю эти все народы. Но, говорит Всевышний, не поклоняйся их башкам, вот этим башкам, их идолам, но ты не должен служить их богам, не должен поклоняться им, и не должен делать, как они делают, не поступая, как они. И тут тоже понятно, здесь же чистая логика. Вот живут народы, они идолопоклонники, они, значит, развратом занимаются, то есть они такие злые, жестокие люди. Получается, что вы сейчас идете туда, Всевышний их истребляет, но если вы начнете вести себя, как они, то что с вами-то будет? Ну, логика должна же быть. То есть, если они заслужили наказание за их действия, и Бог их истребил, то если вы начнете делать то же самое, что будет с вами? То есть, понятная идея, да? Любое неправильное действие имеет последствия. То есть, на простом примере это понятно, человек, например, говорит, а я не хочу быть добрым, я хочу быть агрессивным. Мы ему говорим, ну давай, побудь агрессивным в чистом виде, вот давай сейчас сделаем эксперимент, мы посмотрим, к чему приводит агрессивность. Давай, поедь там, ну, в мое время был город такой Люберцы, где были Люберецкая преступная группировка, вот они собирались там в ночных клубах. Вот ты так вот, ты говоришь, что хочу быть агрессивным, давай-ка, зайди туда в их сборище этих, а сегодня пускай пойдет тогда не в Клюбрецким, а байтеры какие-нибудь, да, такие вот, знаете, ангелы ада. Пойди и прояви агрессивность, и ты увидишь, чем она для тебя обернется. То есть, если ты хочешь быть агрессивным со слабыми, так все равно оно тебе вернется, потому что любой слабый потом может стать, а знаете, бывает, он может быть и слабый, но у него может быть папа или дядя, генерал милиции, или у него может быть, значит, какой-то, вот я недавно слышал, один был человек, значит, был один человек, он, значит, приехал к маме в деревню, а у мамы была соседка, очень злая женщина, и она что-то начала там кричать, в общем, скандалить все, и как-то у них произошел небольшой скандальчик. Эта женщина, соседка скандальная, позвонила, позвонила своему сыну, а сын в это время, он выпивал с какими-то у него были охранники, там, до дистанции, что-то такое. И, значит, эта мама пожаловалась такая скандальная, говорит, что вот, значит, соседи мои меня обидели. Значит, этот сын, выпивший, приезжает с этими додистанциями, чтобы вот этого наказать. Начинают его бить, избивать и так далее. А парень оказался бывший десантник, и он их четверых убил там же. И суд присяжных, которые были, он вызвал сразу милицию, пытался их спасти и так далее, там были свидетели, в общем, его оправдали. Потому что, когда четыре человека шли его убивать, то он должен был защищать свою жизнь и жизнь своей семьи. То есть, агрессия, она вызывает агрессию. И в любом случае, даже в мягком виде агрессия вызовет агрессию. Поэтому человеку лучше идти по путям добра, света, любви и так далее. Это более безопасно и понятно. И то, что вот последний сегодня отрывок, 25-й отрывок, главы Мишпатим, И служите Богу Всесильному вашему. Как раз вот в этот момент нам классно помолиться о здоровье. Можете еще раз для себя отметить, 25-й отрывок. 25-й у нас отрывок, а пэрек это у нас, какой-то у нас сейчас пэрек. Это 23-й пэрек, 23-й пэрек, главы Мишпатим, а отрывок 25-й. Звучит так. «Служите Богу Всесильному вашему, и благословит Он твой хлеб, и благословит Он твою воду, и уберет Он махала, махала это болезнь Микербеха, уберет Он болезнь из твоей среды. Живешь правильно, к людям относишься хорошо, внутри добрый, молишься за всех, чтобы у всех было здоровье, молишься, чтобы у всех были деньги, чтобы был мир, и Всевышний даст тебе мир и здоровье. Все, чтобы было РФА, шлама всем, кто, всем добрым, хорошим людям, которые любят помогать, любят других людей, которые, вот они, может быть, сейчас Всевышний дает... В этом случае, если человек из-за болезни, он выздоравливает, и выздоравливает и духовно, и физически, тогда он должен быть благодарен своей болезни. Я могу сказать, что именно вот сегодня как раз Сергей Степанов, он мне написал с утра, что у него 39 температур, там все ковид, я говорю, я за тебя помолюсь, чтобы было ему тоже РФА, шлама, чтобы брату моему было РФА, шлама, чтобы отцу моему было РФА, шлама, чтобы было всем, кому сейчас, кто слушает меня, чтобы было полное выздоровление. И я Сергею говорю, вот прямо сейчас, пока ты болен, начинай слушать, есть специальные по здоровью там уроки, я ему посоветовал и так далее. У тебя только сейчас есть мотивация заниматься здоровьем. Когда ты выздоровеешь, где-то через месяц, ты опять обо всем забудешь. Вот сейчас, этот месяц после болезни, ты боишься еще раз заболеть, и за этот месяц, если ты начнешь ежедневно заниматься своим здоровьем, ты выстроишь фундамент. Молись, занимайся здоровьем, и с Божьей помощью будет все великолепно. Шаббат шалом всем, удачи, успехов. Не надо ждать, пока Всевышний нас будет пробуждать с помощью страданий и болезней, а нужно пробудиться самостоятельно. И лучше каждый день, я знаю, минимум дисциплины каждый день, минимум страдания каждый день спасает от большого страдания раз в месяц. Вот это вот мой принцип важный. Работайте над собой. Авигальба цара, чтобы было полное выздоровление. Все. Рафа ашлама, всем удачи, успехов. Шаббат шалом. Рафа ашлама, всем удачи.